Его называли самым вкрадчивым шахматистом в истории, человеком железной маски. Его сравнивали с атакующим тигром, выжидающим удавом и крадущейся пантерой. Стиль его игры пытались перенять многие, но никто не достиг совершенства в этом подражании. Для меня это означает непостижимость. И все попытки перейти на «ты» и похлопать по плечам, думаю, неверно. Этот человек стал легендой мировых шахмат, королем в большом шахматном турнире длиною в 6 лет. Его имя было символом победы, несокрушимости, незыблемости. Он возглавлял списки фаворитов в то время, когда шахматы являлись практически главным видом спорта в Советском Союзе. Такого человека надо уважать. Он своим талантом, своим трудом смог достичь всего, что он достиг. А достиг он действительно многого. По всему Союзу люди, далекие от шахмат и даже не знавшие порядка расстановки фигур на шахматной доске, собирались на площадях и следили за ходом игры, если за доской был он. Девятый чемпион мира, гроссмейстер Тигран Петросян. О своем детстве Тигран Петросян вспоминать не любил. Он родился в 1929 году в Тбилиси. Тигран был вторым сыном в семье, которая еле-еле сводила концы с концами. Тяжелое предвоенное детство, ранние смерти родителей, годы войны и послевоенной разрухи практически не оставляли радостных воспоминаний. Он не любил это рассказывать. Я знаю просто про книги, которую после смерти издали. Ну и до смерти была книжка, где написано. Так он много не рассказывал. Ну детство было непростое, потому что достаточно в молодом возрасте у него уже не было родителей, было две сестры и брат. Жили они в Тбилиси. Дело это было до войны и после войны. Ну и во время, естественно. Вот. Был период, когда он дворником работал. Ну в общем, детство было непростое. Пожалуй, одним из самых светлых моментов стало внезапное увлечение шахматами. Тогда юный Тигран и представить себе не мог, что этот случайный интерес к черно-белым фигурам сделает его одним из самых популярных чемпионов мира. Их школьный класс пошел в дом пионеров местный. И, по-моему, первый кружок, первая дверь, которая была на пути, это был шахматный кружок. И он там и остался. Ну, первая была бы другая дверь. Может, было бы же железнодорожником. Тогда ведь было сложное время. Он рос, когда, собственно, и книжек не было. А какие там кружки? Мы выходили только из войны. Он был самоучка. Причем учился по одной какой-то книжке. Первый шахматный успех пришел к Тиграну в 16 лет, когда он стал чемпионом Грузии. Однако по-настоящему известным, будущий шахматный гений стал через год на ленинградском юношеском турнире, который он выиграл, не потерпев ни одного поражения. Уже в детских соревнованиях юный армянский мальчик поражал взрослых солидностью своей игры. На фоне азартных сверстников Петросян выглядел умудренным опытом ветераном. Михаил Ботвинник, один из главных будущих соперников Петросяна, однажды сказал, Петросяна отличает способность быстро и хорошо считать варианты. Ему трудно найти аналог в прошлом и в настоящем. Этот стиль, выдержанность, строгость, непробиваемость защиты станет фирменным стилем Тиграна Петросяна. Этой игры будут опасаться многие видные шахматисты. У него, конечно, был фантастический талант, его игра, как в жизни. Вот вы занимаетесь одним и тем же делом, а получается по-разному, но это известный принцип. Так и здесь, играешь с ним, допустим, черными фигурами, а он сидит за белых. Он делает какие-то ходы, которые вроде бы на вид не несут агрессии. Ты вроде делаешь хорошие ходы, он делает ход, ты делаешь ход. Потом смотришь, что тут у тебя хуже стала позиция. А ходовый через 20 смотришь, что вообще уже надо скидывать материал, чтобы спастись. Хотя вроде бы ошибок не делал, и он не делал такие ходы, что как вот, допустим, Таль, там, Каспаров, что-нибудь пожертвует, там, бум-бум-бум. Тихо, так, спокойно. Вот, это... И твоя позиция с каждым ходом, он стоит на месте, а твоя позиция ухудшается. У него был такой удивительный стиль игры, к нему было трудно привыкнуть. И недаром он играл системы, тогда знатоками таких систем. И он, вот у него была так называемая система Петросян в страны-индийской защите. Играли с ним массы страны-индийской защиты, и ничего не могли сделать. Они переигрывали на ровном месте. Игра, вроде бы, совершенно такой не агрессивный, а такой схема. Скорее всего, будущий гроссмейстер не думал о том, что шахматы – это модель государства в миниатюре, вся история человечества на небольшом поле в 64 клетке. В этом государстве есть свой король, армии, пешки, все как в жизни. Для юного Тиграна это и была жизнь. Он очень такой сосредоточен, вот я обращал внимание, что он очень сосредоточен, сидит за доской, просчитывает какие-то комбинации, наверное. То есть не было каких-то там… Ну, шахматы – это, наверное, такой спорт, как-то все внутри. Конечно, своим взлетом будущий чемпион мира обязан не только шахматному кружку в Доме пионеров в послевоенном Тбилиси, но и своей усидчивости, своему характеру. Он занимался в секции, у него был же тренер, кто вел секцию. Ну, естественно, он много сам занимался, потому что ему это понравилось. А потом в процессе жизни, конечно, там много народу ему помогало из известных гроссмейстеров. В конце 40-х Тигран Петросян завоевал свой первый чемпионский титул, пока среди юниоров. Талантливого мальчика заметили и пригласили в «Спартак», клуб, которому гроссмейстер останется верен до конца своей жизни. Говорят, что однажды, уже будучи чемпионом мира по шахматам, Петросян получил приглашение перейти в ЦСКА. В качестве основного аргумента было улучшение жилищных условий. «Соглашайся», – сказала жена. Тигран Петросян внимательно посмотрел на нее и произнес. «Сегодня я ради новой квартиры поменяю клуб, а завтра встречу лучшую жену и перейду от тебя к ней. Согласна?» Больше вопрос об уходе из «Спартака» не поднимался никогда. В начале 50-х шахматами увлекались практически все молодые люди. Футбол, фигурное катание, атлетика – все меркло, когда начиналась подготовка к международным шахматным турнирам. Девушки были влюблены не в киноактеров, а во властелинов черно-белых фигур. В 1949 году состоялся дебют Тиграна в 17-м чемпионате СССР. Тогда он занял всего лишь 16-е место, однако горечь поражения подсластила знакомство с симпатичной студенткой Роной. Необычное имя, привлекательная внешность, живой интерес к шахматам. Эта девушка была центром притяжения для многих молодых людей. Однако особо острая борьба за благосклонность красавицы развернулась между шахматистами Тиграном Петросяном и Ефимом Геллером. В 1952 году в Швеции готовился межзональный шахматный турнир. Незадолго до его начала Рону спросили, кому она отдаст свое сердце – Геллеру или Петросяну? Ответ девушки навсегда вошел в аналы шахматной истории. «Межзональный покажет», – сказала она. Тогда, в 1952 году, в свой первый выход на мировую шахматную арену, Петросян обошел Геллера на пол очка, решив тем самым не только исход матча, но и собственную судьбу. «Серонный Яковлев на закрытии, я не помню, не то первенство Москвы было, не то первенство Союза. Они сидели, он, Геллер, я не помню, кто еще, впереди или сзади сидели какие-то девочки, вот они с девочками познакомились, это было закрытие турнира. А потом их вызвали на сцену. Ну, тут кого-то пошел провожать, ну, так, в общем, все и пошло». «Это, конечно, самый преданный, его болельщица, самый там номер один, и она как бы вот растворялась вот в его интересах и шахматных, и, ну, действительно, вот самый верный там друг и помощник». «Я знаю, что Рона Яковлевна всегда ездила на все его матчи, это как, Рона Яковлевна была его действительно талисманом, то есть она вот как-то вот могла ему и помочь, наверное, в трудную минуту, то есть вот это я могу точно сказать». «Рона Яковлевна стала эпическим персонажем отечественных шахматов. Эта энергичная женщина была для своего супруга мощной опоры и поддержкой, оградив шахматного чемпиона от всех бытовых проблем. Сейчас бы сказали, что она была его продюсером, его импресариум». «У меня было ощущение, что она была часть Тиграна. Очень такой, для меня был такой человек, которому хотелось пообщаться». «Рона Яковлевна, она была очень такая хозяйственная человек, она вот, как вот сейчас говорят, импресариум, продюсер, то есть она вот старалась вот эти все бытовые проблемы на свои плечи свалить, и это у нее получалось». Через 11 лет после этого судьбоносного знакомства Тигран Петросян подтвердит, что тот межзональный турнир был всего лишь ступенькой на пути к титулу чемпиона мира. В сталинские годы шахматы находились на периферии спортивной жизни. Это была игра интеллектуалов, а послевоенному союзу требовалось доказать всему миру мощь и силу государства-победителя. Фаворитами считались силовые виды спорта. Тяжелая атлетика была обласкана властями, ни одно важное политическое мероприятие не обходилось без знаменитых штангистов, атлетов и многоборцев. Однако уже в середине 50-х после смерти Сталина стало понятно, что сила не единственное оружие советского пролетариата в борьбе за мировое пространство. Требовалась новая идеология, наглядно демонстрирующая, что советский человек сочетает в себе множество талантов. Шахматы стали официальным фаворитом отечественного спорта. Они стояли в стороне от политических норм и идеологических штампов. Шахматы это вообще такой вид спорта был обласканной властями, скажем так. Потому что идея то, что чемпион мира по шахматам из Советского Союза, это всегда преобладало. Это спорт на грани искусства, где сила не имеет значения, а все победы и триумфы зависят исключительно от интеллекта гроссмейстеров. Шахматы на долгое время заняли умы подрастающего поколения. И если раньше мальчики мечтали стать космонавтами или инженерами, то теперь каждый второй ребенок видел во сне лавровый венок и шахматную корону. Неудивительно, что именно в это время советские шахматисты возглавили список мировых фаворитов. И первым в списке стояло имя Тиграна Петросяна. По характеру Тигран Мартанович был человек покладистый. Он не любил, когда его обижают. И, в общем, помнил эти обиды. Но если его никто не обижал, то у него не было никаких поводов для того, чтобы плохо относиться к этому человеку. И поэтому он и в шахматы играл так. Он играл спокойно. Он знал, что для того, чтобы выиграть партию, если вот по зарезу нужно выиграть партию, надо не лезть на соперника там с кулаками, а играть просто хорошо. Стараться играть хорошо и играть лучше, чем соперник. Тогда обязательно выиграешь. Это был его принцип. И он его придерживался. Для того, чтобы стать первым среди претендентов на мировую шахматную корону и выйти на бой с действующим чемпионом мира, Петросяну нужно было побороться еще в трех претендентских турнирах. В 1956 году в Амстердаме блистала звезда Василия Смыслова, а в 1959 в Югославии неожиданно для всех загремело новое шахматное имя – Михаил Таль. И лишь в 1962 году шахматный Олимп покорился горячему кавказскому шахматисту. Позади остались Геллер, Фишер, Корчной, Таль. Впереди был самый трудный матч с Михаилом Ботвинником. Игра происходила в Москве в Театре эстрады с 23 марта по 26 мая 1963 года и закончилась досрочно в пользу Петросяна. Ботвинник тогда так и не смог понять логику игры Петросяна, словно играл с шахматным левшой. «Я не могу угадать его ходы», – признался Гроссмейстер после поражения. «Я думаю, так, чтобы стать чемпионом, или быть на самом верху, просто нужно хорошо играть. Очень хорошо. Я думаю, что все чемпионы, они примерно вот в одну силу играют на пике своем. Просто одному нравится атаковать, другому защищаться, третьему еще что-то. А так, в принципе, они все все знают». «Великий шахматист в чем? Он сказал, интуиция. Исключительно. Знание дебюта, мышление – это есть. Но самое великое – это интуиция. Я думаю, Тигран Вартанович – воплощение этого». «Сам Тигран Петросян считал свою тактику ведения шахматного боя простой и понятной. «Я глубоко убежден, что в шахматах, хотя они остаются игрой, нет ничего случайного. И это мое кредо. Я люблю только такие партии, где я играл в соответствии с требованиями позиций. Я верю только в логичную, правильную игру. Да, может быть, защищаться я люблю больше, чем атаковать, но кто доказал, что защита – менее опасное рискованное занятие, чем атака? И разве мало партий вошло в сокровищницу шахматного искусства именно благодаря виртуозной защите? «Скрытный стиль игры, да, стиль игры, да. То есть он, многим людям он совершенно был непонятен. Многие говорили, сухой человек, сухой шахматист, а с другой стороны, у него были партии совершенно потрясающие по красоте. Ну, красота вообще в основном, конечно, в логике его замыслов. А иногда даже в антилогике, по нашему понятию, потому что мы считали, что это нелогично. Но когда вдумаешься, смотришь, все по логике, но только своеобразное. Петросян все любил, чтобы все было, как говорится, по-честному, логично. Случайные какие-то победы не доставляли ему удовольствия. В том же 1963 году в мае около театра эстрады произошла знаменитая сцена, кадры которой облетят весь мир. Один из горячих поклонников Петросяна выбежал из толпы и высыпал под ноги будущего чемпиона горсть армянской земли на удачу. В свою веру он не верил. Но если есть время, и черная кошка перебежала дорогу, то лучше перейти на другую сторону. Если времени нет, ну тогда надо вперед, если опаздываешь. А так на всякий случай. Был матч, я помню, матч со Спасским. И был такой конкурс, Комсомольская правда объявила конкурс, и призом служили билеты на этот матч. Арнольд Тунч принял участие в этом конкурсе, он отгадал все задачи, написал прекрасный рассказ. И ему вручили эти билеты. Но ни на один матч он не пошел. А знаете, в чем история? В чем причина, почему он не ходил на матчи с участием Тиграна Вартановича? Как-то он пошел на матч, то ли с Ботвинником играл Тигран Вартанович, не помню, то ли это был первый матч со Спасским. И Тигран Вартанович проиграл. И Рона Яковна решила, что у Арно плохая нога. То есть, когда он приходит, то ли он нервничает, переживает, от этого как-то передается Тигран, и он проигрывает. И она ему запретила ходить на все матчи. То есть, говорит, ни в коем случае не приходи. Отцу же было интересно, как там Тигран играет. Значит, он посылал меня или еще кого-то из своих знакомых, и каждые 20-30 минут мы должны были записывать ходы. Звонить, ну, мобильных тогда не было, понимаете, да. Должен был звонить и сообщать, как пошел Тигран, как там Спасский ответил. И вот так это его очень интересовало. Профессионалы говорили, что Петросян играет, что называется, от ничьей, но всегда ориентируется на победу. Основательность тактики Петросяна вошла в легенды шахматного мира. Говорят, что с годами, совершенствуя свое мастерство, Гроссмейстер предвидел угрозы еще до того, как соперник их придумывал. Вот он играл на ничью, да, потому что он считал, что вот я играю на ничью, а если что, я и выиграю. Но главное не проиграть, наверное, правильно? Вот он, как-то это у него был какой-то вот такой баланс. Петросян был ярко выраженного позиционного стиля, позиционного стиля, защитного стиля. Но при всем при том, при всем при том, в нем был дремлющий дар, фантастический дар тактический. Вот, и если, как говорится, позиция требовала и защита требовала, то этот дар включался, и Петросян проводил замечательные комбинации. Вот, но он не был активного стиля шахматиста. Вот, все комбинации, как бы он либо готовил, либо он проводил их по принуждению. Но когда, когда вот действительно позиции становились сложными, то он включал свой тактический дар, и очень много партий спас. Именно благодаря тактическому дару. Естественно, что больше всего радовались победам шахматиста на его родине в Армении. Если бы в то время в Ереване задумали провести социологический опрос, кого вы считаете самым знаменитым человеком, 99% назвали бы лишь одно имя – Тигран Петросян. У него были излюбленные начала, вот, но то, что он играл, он знал глубоко, и, конечно, любой шахматист такого уровня должен работать, работать и работать неустанно. Неудивительно, что 20 мая 1963 года самая большая площадь в Ереване была забита до отказа. Люди на минуту выбегали из своих домов в магазин за хлебом и на долгие часы застывали перед огромной шахматной доской, которая висела на площади. В этот день решалась судьба чемпионского титла. В этом духовном народном единении не было привычной субординации. Великие актеры, композиторы, политики и простые люди стояли рядом на пронизывающем ветру и болели за своего шахматного короля. Судья. Тысяч, сотни тысяч людей молчаливо наблюдали за игрой. Это молчание сменилось громогласным ура, как только судья назвал имя нового чемпиона мира. Тигран Петросян. С одной стороны, это приятно очень, но с другой стороны, это может в сумасшедший дом попасть. Я бы просто все это видел. Я бы хочу сказать, что там просто когда мы прилетели, там скрывали дату, когда прилетели, но как-то узнали все равно. Это приятная вещь, особенно если он же вырос там и из Тбилиси же приехал в Ереван. Он там становился даже известной историей, что он одно время жил в шахматном клубе. И даже говорили, что есть стол, на котором он спал. Во времена царствования Петросяна, то есть когда он был шахматным королем, чемпионом мира, можно было просто сказать «Гроссмейстер Петросян» и не прибавлять никаких титулов. Все было понятно, и это было достаточно весомо. Тиграну Петросяну и его семьи оказывались на родине поистине царские почести. Шахматный король был их достоин. В королевской свите состояли лучшие из лучших актер Фрунзик Мкчан, композитор Арнобу Баджанян, режиссер Эдмон Киасаян, символ отечественной тяжелой атлетики Серго Амбурцумян. Когда он стал чемпионом мира в Армении, это, конечно, был огромный праздник. То есть он приехал в Армению, он был просто национальным героем. Я помню, вот Союз композиторов Армении подарил ему машину. И вот Тигран Мартанович любил на этой машине ездить. Хотя была Волга ГАЗ-21, такого розового цвета, такая красивая машина. И вот он с рулем его приезжал, с супругой, с детьми, ему это очень нравилось. Шахматы в Советском Союзе, особенно в Армении, превращаются из развлечений пенсионеров в общенациональное дело, в любимый вид спорта. Шахматы повсюду, ими пропитано все вокруг, от градостроительства до женской моды. Кто бы мог подумать, что тысячи людей будут тратить накопленные деньги не на отпуск на берегу Черного моря, а на поездку в горло, где состоится очередной шахматный турнир чемпионов. Популярность Тиграна Петросяна была столь велика, а народная любовь к нему столь всеобъемлющая, что многие любители шахмат даже шутили. Если бы Тигран Петросян прилетел в Антарктиду, то даже среди пингвинов нашлись бы его шахматные болельщики. Когда я только начала играть в шахматы, уже имя кроссмейстера Петросяна было хорошо известно. А уж звание гроссмейстера, ну это было настолько высоко и уважаемо, что, наверное, гроссмейстер, вот Ботвинник, Смыслов, это были не просто, это для шахматных любителей, это было небожители. Это корифей шахматного искусства. Он сказал однажды фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал, когда я долго не играю в шахматы, сказал он, у меня начинаются головные боли. Вот всего, ничего, если бы не было, его партии, звание чемпиона мира, вот это достаточно, вот то, что он сказал. А я думаю, он сказал правду. Этого достаточно, что мы имеем с великим человеком. И мы, нам не дано разгадать. И, может быть, и не стоит разгадывать. Потому что тогда он будет какой-то заурядный человек, которого мы тащим на величие. Казалось бы, такая популярность могла и навредить Петросяну. Шахматиста ослабит собласканной народной любовью. Однако те, кто так думал, совершенно не знали мастера. Его слова, практически, дословно, что слава – это как конфета. Есть – хорошо, нет – тоже хорошо. Вот все. Он никогда не делал никакой трагедии, когда проиграл звание, другие там сходят с ума, а проиграл, проиграл. Слово «проиграл» Тигран Петросян не будет слышать целых шесть лет. Именно такой срок понадобился молодому ленинградскому шахматисту Борису Спасскому, чтобы оспорить чемпионский титул Петросяна. Поражение, как мне кажется, очень-очень переживал. То есть он воспринимал совершенно спокойные ничьи. Вот. Я не думаю, что очень расстраивался, если у него не получались окончательные победы в турнирах. Но вот поражение в конкретной партии он переживал очень сильно и принимал близко к сердцу. Первый штурм Спасский предпримет в 1966 году. Однако Тигран Д'Артаньянович, как шутливо называли его шахматисты, выдержал удар и подтвердил свой чемпионский титул. Однако через три года, в 1969 году, весь мир был поражен невероятным миролюбием Петросяна в лучших позициях в чемпионском матче с Борисом Спасским. Некоторое излишнее миролюбие даже его подводило. Может быть, я не знаю, можно так сказать о чемпионе мира. Но он реализовал себя. Стал первым шахматистом в мире, безусловно, реализовал. Но вот каждый раз, мы говорим, что немножко ему не хватает. Одну-две ничьи он сделал лишнее. 17 июня 1969 года, в день своего 40-летия, Тигран Петросян уступил главную шахматную корону мира молодому Борису Спасскому. Он сказал не мне лично, но как нашему другу, чуть ли не Ливону, что когда он проиграл, он сказал, слава богу, он освободился от этого. Потому что это, говорит, таким грузом был у меня. Тигран был такой-другой. Я отчетливо помню, когда он проиграл матч с Спасскому. Вот этот матч я помню, а до этого как-то так. А я не ходил на матчи, я вот только первый матч, на который я ходил. Он проиграл в день своего 40-летия звание чемпиона мира. Ну ничего, отпраздновали хорошо, все было весело. Много народу дома гуляли. В своем поведении он никак не изменился. И когда потерял титул, тоже никак. Когда он проиграл с Спасскому, он сказал, я все равно лучший шахматист, сказал он. Серьезно. И сказал он это без того, что, мол, мы все оплакиваем. И он знал, что он хороший, великий шахматист. И что в данном случае он лучший. Кстати, это говорил и Борис Васильевич. Что он все равно очень большой шахматист. Про Тиграна. Несмотря на победу одного советского гроссмейстера над другим, многие шахматные аналитики, а вслед за ними и политики высшего эшелона, стали понимать, что рассвет советской шахматной школы закончился. Пророчества сбылись. Борису Спасскому не дали долго царствовать. На шахматный олим буквально ворвался новый гений, загадочный и непредсказуемый американский шахматист Бобби Фишер. Советский Союз лишился главенствующего положения в мировом шахматном сообществе. Одновременно с этим начинается постепенное разрушение советской мечты. Потеря шахматной короны стала символом упадка СССР и началом холодной войны. Отец всегда рассказал, что когда он первый раз увидел Фишера, это где-то было за границей, по-моему, или он сюда прилетал, ему было 15 лет, то он всегда очень высоко оценивал его талант. Но главное другое. Как отец говорил, что Фишер занимается столько шахматами, сколько вся наша сборная вместе. Вот если всех наших взять, ведущих гроссмейстеров, вот они вместе столько тратят время на шахматы, сколько один Фишер. Он Фишера всегда высоко оценивал. Петросян играл с ним, вот когда Фишер маленьким приезжал, ну не маленьким, 16-летним, 15-летним юношей в Москву, вот Петросян, вот я видела эту партию, он играл с ним близ в Центральном шахматном клубе. Наверное, он хорошо понял тогда, что это явление совершенно незаурядное в шахматах. Когда он сыграл с Фишером и приехал, проиграв, помните эту историю? Я говорю, Тигран, а чем он хорош, имея в виду Фишера? Он сказал, слушай, выжимает из партии все, что можно. Я уже, говорит, мне надо на хоккей пойти, я уже ничего предлагаю. И ты, знаешь, самое удивительное, он сказал, очень быстро считает. Смотрите далее. Последние годы, когда я его знал уже, он плохо слышал. И он однажды сказал потрясающе. Я говорю, трудно, да, тебе так вот? Ты-то что? И когда я его знал уже, он плохо слышал. И он однажды сказал потрясающе. Я говорю, трудно, да, тебе так вот? Ты-то что? Я так много глупостей не слышу, говорит. Когда вот болел уже, когда дело шло к завершению, так, ну, немножко, конечно, уже вспыльчивый, но, понимаете, человек понимает, что... Ну, естественно, человек понимает, что он болен плохо, да, но не может понять, когда это его отпустит. Москва не могла смириться с потерей шахматной короны. Необходимы были новые герои, которые олицетворяли бы новый строй и новую советскую идеологию. Брежневская эпоха нашла свое шахматное измерение в лице Анатолия Карпова. Вслед за ним мир ослепляет новая звезда, а ученик Тиграна Петросяна, 13-й чемпион мира, Гарри Каспар. Его игра, эмоциональная, яркая и в то же время логичная, была победой личности над советской системой. Однако за всеми этими именами незримо присутствовало имя Тиграна Петросяна. Тигран Вартанович, перестав быть шахматным королем, не ушел в тень, а бросил все свои силы на воспитание и тренировку новых чемпионов мира. К его советам и анализам шахматных партий прислушивались даже те, кто сегодня и сам является символом советских и российских шахматных триумфов. Наступило время сильных политиков и сильных шахматистов. Высшее руководство страны в полной мере осознало всю выгоду от умения переставлять черно-белые фигуры. В политике, как и в шахматах, для полной безоговорочной победы нужна одна единственная фигура, которая своим авторитетом заставит пешек трепетать и просить пощаду. Шахматы до сих пор являются неофициальным обязательным видом спорта среди российских политиков первого ранга. Умение переставлять фигуры на шахматной доске кажется напрямую зависит от перестановок реальных политических фигур на карте мира. Тогда шахматы чуть-чуть другое место занимало в обществе. Идет первенство СССР. Каждый вечер по радио сообщаются результаты. Во всех газетах сообщается, кто там лидирует, кто... Ну, а уж в конце, конечно, о победителе знают все. Поэтому эти имена были у всех на устах. Но после победы Бориса Спасского все эти шахматно-политические рокировки остались для Тиграна Петросяна в прошлом. Звание экс-чемпиона мира пожизненное. Отныне Тигран Вартанович мог играть в шахматы исключительно для собственного удовольствия. Однако он решил пойти дальше. Тигран Петросян стал кандидатом философских наук. Пятым в мире чемпионом, который попробовал свои силы в науке. Впрочем, не только научная деятельность привлекла экс-чемпиона. Тяжелую вещь он сделал в свое время. Журнал создал. 64. Кстати, это был перед матчем на первенство мира. Это, наверное, одна из причин, может, одна из причин, по которой не так подготовился. Потому что, ну, это же отдельная профессия. Как журналист, он был хороший. Потому что это я просто не однажды слышал, что вот, как он писал статьи, это вот специалисты говорят, что, ну, на высоком уровне. Но вообще есть человек талантливый, там талантливый практически во всем, вы же понимаете. Тигран Вартанович вообще был спартаковцем. И он очень любил Спартак. Он ходил на все матчи Спартака. Ну, старался, во всяком случае, ходил на все матчи. Устрона-Яковна, они вместе, мы сидели там вместе, рядом. И когда такие матчи, там, Спартак, Динамо-Киев, или ЦСКА, или Динамо-Москва, вот на эти матчи, ну, просто, если у него там не было какой-то своей, там, работы, выступления, обязательно приходило. Игра в футбол. То есть сборная команда шахматистов играла со сборной города юных футболистов. Это было замечательно. Надо сказать, что, во-первых, ребята-шахматисты тоже неплохо играли в футбол. И вот я помню, Тигран Вартанович смотрел, он уже был не молод к тому моменту, уже 50, наверное, вот как это происходило все. И вдруг назначают штрафной ворота шахматистов. И он побежал вдоль поля, чтобы посмотреть, как вот вратарь, вратарь, я помню, туркменский мальчик, возьмет он или не возьмет. И он взял, и вот Петросян был счастлив. Он действительно был талантлив. Невероятно музыкальный, с красивым оперным голосом. Тигран Петросян был заядлым меломаном. Пел замечательно. Был такой. Ну, голос от природы. Потому что, когда он жил в Тбилиси, это был, где он жил, там двор был, и там дом офицеров был. И во время войны туда приезжали всякие оперные, ну, певцы, не знаю, ну, в общем, классического направления артисты. Там офицеры, которые были в тылу на извлечении и так далее. Вот, и там он все туда ходил и все это слышал. И потом, естественно, голос был, и по памяти он многие, вот, арии помнил все эти. Ну, Петросян любил. Тигран Вартанович был очень музыкальный человек. У него был замечательный голос. Вот я, как сейчас помню, мы приходили с отцом к нему в гости. Он любил очень слушать музыку громко. У него очень громко. У него прекрасная аппаратура была. Такой телефонкин у него, я помню, был, комбайн. И вот он слушал итальянских певцов. Марио Ланца, Карузо. И вместе с ними пел. То есть он напевал, вот, вместе с ними, там, арии, неопританские песни. Отец даже говорил, что вот если не шахматист, я думаю, что он мог бы стать замечательным оперным исполнителем. Те, кто не знал Тиграна Петросяна близко, были уверены, что он человек крайне серьезный и даже немного угрюмый. Однако стоило пообщаться с ним несколько минут, как становилось ясно, слухи о его серьезности сильно преувеличены. С отцом они дружили. Они очень, как-то, очень тепло, по-доброму, по-дружески друг к другу относились. Ну, особая история, это когда они играют в нарды. То есть это вообще был спектакль. Вы представляете, даже фильм про папу снимался, и вот там думали, как построить их взаимоотношения, ну, чтобы нестандартно это выглядело. И, значит, решили, что это должна быть партия в нарды. Ну, знаете, папа вообще хорошо играл в нарды, и он считал, что по нардам чемпион мира он. Вот. Но Тигран Вартанович, у него, конечно, свое было мнение, но это очень интересно было смотреть, как они играют. И так просто сказать, почему у нас такая крепкая, хорошая дружба. Ну, и вот одна из причин заключается в том, что Арно страстно любит шахматы, а я не меньше люблю ему зубы. Я рад, что мой друг в наши дни стал композитором, творца которого очень ценит и любит народ. Это высшая награда для любого человека. Мне казалось, что на людях, ну, на людях, которые его близко не знали, когда в компании, там где-то в шахмном клубе, он, скажем, в Талин, там люди, которые знают, там, когда они играли, скажем, в лиц, там, ну, остроты все время, шуточки друг против друга. А когда вот незнакомые люди, у меня просто, я помню некоторые случаи, они почему-то, когда вот знакомились, потом так удивлялись, что он очень веселый. Произведение производилось серьезного человека. Он, я говорю, он мог пошутить, но это было очень мягко и очень, вот это никогда не обижало человека, вот его шутки. Очень, знаете, вот такой добродушный юмор, вот, наверное, вот такое выражение существует, вот он ему был присущ. Это было в Кировакане, по-моему. И мы в одной гостинице, я пристал к нему, я говорю, давай поиграем. Я говорю, я хочу в историю войти. Но самая удивительная была реакция, после каждого моего хода, он просто падал от смеха. Я говорю, а что смешного ты? А почему ты это сыграл? Ну, я хочу взять. Так я же уйду. Вот когда уйдешь, тогда посмотрим. И так далее. Так что я с двумя чемпионами играл. Причем обе партии ничья была. Ну, мы сделали три или четыре хода. Однако главной отрадой Тиграна Петросяна, после того, как в его титуле появилась приставка «Экс», стало воспитание молодых шахматистов. Наверное, с ними он и сам чувствовал себя молодым. Петросян был настоящий командный игрок. То есть, есть люди, которые безразлично относятся к результатам команды. А Петросян всегда относился с большой ответственностью и к своим личным выступлениям, и к выступлениям команды. И это непростой дар, это непростое качество, но вот он им обладал, безусловно. Он молодых очень любил, но с молодыми он с удовольствием всегда занимался. Причем я так даже думаю, что вот если бы он не рано умер бы, то я думаю, что в конечном итоге, мне так кажется, может он поигрывал бы так чуть-чуть в шахматы, а так в основном, наверное, с детьми занимался. Ну, больше ему это нравилось. Вы знаете, это был учитель, вот как сейчас принято говорить с большей буквы. И действительно школа, спартаковская школа, школа Петросяна, вот ребята Спартака, очень многие прошли эту школу. Вот стоит позиция. Вам подошли и спросили, что надо белыми сделать, как реализовать, какую надо получить идеальную позицию. Он разговаривал с ребятами, ну, вот так, как будто это его коллеги. Вот это очень важно, умение учителя поднимать человека до своего уровня. Не опускаться там на четвереньки, а наоборот. Символично, что выступая на своем последнем турнире в 1983 году, девятый чемпион мира передал астафету 20-летнему победителю состязания Гарри Каспару. Молодой шахматист, которому суждено было стать, пожалуй, самой яркой шахматной звездой века, родился в год триумфа Петросяна и с его же помощью получил путевку в большие шахматы. Казалось, Тигран Петросян проживет еще долгую и счастливую жизнь. Воспитает еще не одно поколение талантливых шахматистов. Но лучший шахматный защитник страны, железный Тигран, оказался бессилен в борьбе с судьбой. Неизлечимая болезнь рак поджелудочной железы взяла верх над легендой советской шахматной школы. Ему было всего 55 лет. Просто тогда мне казалось, что он это Шульвинович. А сейчас я понимаю, что он совсем молодой. И очень рано он ушел, очень рано. И он очень много бы еще мог сделать и продолжать работать, и играть в шахматы, и быть примером для молодых подрастающих. Очень мне жаль, что вот так это произошло. Когда вот болел уже, когда дело шло к завершению, так, ну, немножко, конечно, уже не вспыльчивый, но, понимаете, человек понимает, что и, ну, естественно, человек понимает, что он болен плохо, да, но он не может понять, когда это его отпустит. Была сделана операция, и вроде бы операция как бы прошла успешно. Он пришел вот в клуб, даже вот там фотографии, очень похудевший, но, ну, в общем, казалось, что слава богу, да. И вдруг вот метастаза все это. В последние годы, когда я его узнал уже, он плохо слышал. И он однажды сказал потрясающе. Я говорю, трудно, да, тебе так вот? Говорит, ты-то что? Я так много глупостей не слышу, говорит. Особенно во время матча, во время турниров. Там же, там, идет почти сумасшедший дом. Там же люди сами по себе разговаривают. Вот это для меня, это Петросян. 13 августа 1984 года Тиграна Петросяна не стало. Он ушел из жизни слишком рано. Ему было всего 55 лет. Победа Тиграна Петросяна посеяли такие семена, плоды которых Россия, да и весь мир пожинает до сих пор. Шахматные этюды, тактика петросяновской защиты, все это перекочевало шахматные доски в учебники, сборники задач и упражнений для подрастающего поколения. Слово шахматы в переводе с персидского означает смерть короля. Но это только на шахматной доске. Короли шахмат не умирают, они становятся легендой. Шахматы и сейчас остаются самым интеллектуальным видом спорта и одной из излюбленных забав властей. А титул чемпиона мира будоражит детские умы так же, как это было во времена молодости Тиграна Петросяна. Ровно через 35 лет после победы Тиграна Петросяна над Михаилом Ботвинником летом 1998 года в финале юношеского чемпионата мира по шахматам 11-летний армянский мальчик победил своего израильского сверстника, добыв чемпионский титул для своей страны. По иронии судьбы, проигравшего мальчика зовут Михаил Ботвинник. Имя победителя Тигран Петросян. Тигран Петросян.